всем привет дорогие друзья пока у меня чуть так быстро тянет интернет и видео мгновенно улетают я решила быстренько рассказать про книгу которую прочитала недавно в поисках книг для девочек вот я нашла книгу который называется маленькие женщины обещала про нее рассказать вот собственно обещание выполняю время это время войны в америке между севером и югом эти девочки они из семьи северян ну янки так называемые да что мне вот скажу сразу понравилось в книге что автор своих героинь не идеализирует то есть они вполне себе такие живые девочки это красивая это не очень красивая это там очаровательно это такая прям ух то есть нет такого что все подряд прям там красавицы все четверо все красавицы все с ангельским характером нет одной девочки 16 старшей а младшей 12 и те 2 значит между ними еще тут серединке и вот книга в общем она такая знаете стиле рождественских рассказов когда все хорошо заканчивается но тем не менее вот я обратила внимание что нет такой идеализации то есть у них у всех есть недостатки я них пытаются преодолевать или не очень пытаются где-то у них лучше получается где-то хуже одна девочка говорит я люблю роскошь я мечтаю о богатстве я хочу быть такой вот богатой леди а семья у них когда-то была богатой но отец обеднел и вот теперь им приходится так ужаться как следует еще же и война идет одна у них значит как мальчишка у него мальчишеские выходки ее зовут джозефина она требует чтобы ее называли джо как пацана и вот то значит у них наступает каникулы и они решают что они теперь наконец-то ничего делать не будут две старшие девочки не учатся они вынуждены работать одна работает гувернаткой а другая как компаньонка у богатой одинокой родственницы а те две учатся младшая и вот наступает у этих каникул в школе а тут значит это богатая тетка уехала куда-то там отдыхать семья у которой в которой старшая была гувернаткой они тоже поехали у детей каникулы и вот у них у всех наконец-то время отдыха они решают что ой ну теперь то мы наконец-то отдохнем ничего делать не будем мама ничего против не имеет говорит ну хорошо про себя то она думает что это будет отличный воспитательный эксперимент конечно отдыхайте тоже он не дает ну и они неделю отдыхают и выходит что ничего хорошего не выходит что все время валяться отдыхать лень и вообще дома ничего не делается мама еще решила усилить эффект и отпустила служанку да они обеднежь и ну блин они держат служанку вот так вот и вот мама ее отпустила и они смотрят дома не пойми что полный разгром им самим уже надоело так отдыхать и они маме говорят что мы больше так не будем делать это действительно глупо и неправильно мы будем трудиться как усердные пчелки и вот они придумали себе общество усердных пчелок то есть не проводить время попусту то есть не то что прям совсем не отдыхать ну вот стараться чем-то заниматься чем-то полезным я эту идею очень даже оценила и решила что надо и ну тоже вовлечь общество усердных пчелок потому что я не могу сказать что она ленивая но она ленивенькая и если ее не остановить она может иногда целый день проиграть в аватарию например не то чтобы она там сильно была увлечена компьютерными играми но запросто может просить и целый день проиграть ее невозможно там давай делать уроки давай там тебе на гитаре надо получить надо то надо это пойдем гулять в конце концов она даже гулять не хочет она сидит в аватаре и вот думаю надо ей вот эту вот идею про общество усердных пчелок внушить я даже решила это название сплагиатить потому что чё изобретать велосипед уже придумано для нас или например не создают клуб называют себя ну ладно чтобы не сочиняйтесь что я иностранные не имена и фамилии ну просто категорически не способна запомнить не знаю почему в общем типа пиквикский клуб они себя называют и они члены этого клуба выпускают то ли газету то ли журнал что ли там заметки всякие пишет и раз в месяц собираются обсуждают мне это тоже показалось интересно и пришла идея нельзя ли и стенгазету сделать с детьми в классе ну собираться то нельзя же кучковаться нельзя думаю ну пусть они хотя бы тогда напишут а я уж там доведу дома или кого-нибудь как вы знаете раньше было там советский временная редколлегия была до редактор художник ребята которые там заметки пишут или правят заметки других почему нет редактора то уж так можно выбрать да ведь кто желал бы у кого вот есть интерес к этой работе это даже в общем такая профориентация да получается пожалуйста попробуй свои силы работой в газете пусть она всего лишь стенгазета твоего класса и что это опыт вот это мне понравилось само по себе действие это такое не скучно не скажу что скучно начинается с рождества вот значит рождество мама помогает какой-то там еще более бедной семье и весь их праздничный завтрак переносит туда в ту семью ну девчонки может ли они этим не очень и довольны не очень рады ну ну конечно же как же есть люди в как раз на худшем положении чем мы они соглашаются то значит они домашний театр у них где все роли играют одни девочки только в том числе и мужские и сестренка по имени джо играет как раз мужские роли что и очень подходит спектакли делают тоже думаю вот какая классная идея да ведь их же всего четверо они ставят спектакль у меня есть моя группа солнечная вспышкой плюс я можно тоже их там попробовать приохотить к такой деятельности да а давайте девчонки с вами там чё-нибудь уж если мы сынка вдвоем можем чё-нибудь там сыграть и снять почему и с другими не попробовать и потому что они там все прирожденные актрисы ну просто детям для интереса это же классно вот все каникулы чё-то же делать надо они в осенние каникулы с таким удовольствием петь ходили они говорят что вот целый день ничего не никто из них никуда не уезжал ни в лагерь никуда и вот все каникулы они ну чем-то там занимались но и тем же скучно целыми днями то дома особенно знаете у нас такая зима может быть что лишний раз нос не вынесешь на улицу не побежишь там гулять из горки кататься один год было что реально все каникулы сидели дома потому что был невозможный мороз 27 28 30 и еще ниже и все каникулы ребятишки дома просидели это что дети и взрослые тоже вот ну и вот значит это рождеством начинается и на следующий год рождество уже заканчивается и за это время не скажем так морально духовно растут меняются лучшую сторону в то же время как будто не идеальные да не там какие-то свои пытаются недостатки побороть но в принципе они девчонки как девчонки это мне понравилось я могла бы рекомендовать их прочтению сейчас специально посмотрела как автора зовут пока дошла до этого своего любимого подоконника я уже забыла благополучно поэтому я сейчас напишу просто где-нибудь тут название в описании к видео хорошая книга даже вот я бы могла и не прочитать и не 8 лет она вполне подойдет хотя девчонки там старше то есть от 12 и там старше до 17 наконец повествование старше девочки 17 лет и ей уже предложение руки сердца делать молодой человек которому она назначает трехгодичный срок для проверки и он согласен слушаем на его месте подумала стоит ли она долго ждать ну ладно это не суть хорошая книжка в общем кто не читал прочитать вот сначала я всегда перед тем как ребенку чуть дать прочитаем сначала сама так заценю интересно это будет интересно можно ли читать поймет она ты не поймёт может быть там она не поймёт ну вот я прочитал мне понравилось я наверное сыночка прочитаю тем более это не сказки все как она любит прямо над сказки не любит сказку она любит только это по щучьему велению царевну лягушку когда она просит сказку есть всегда одну из них очень довольны они у меня уже отработаны там до автоматизма ну вот так она давайте всем пока пока